Мы фактически переходим в новую эру, в новую реальность наркозы, потому что все традиционные методы выдают распространение рекламы, поставки, которые имели место раньше, где устроилась очная, как говорится, физическая субъектовая цепочка, один передал второму, кто третьему, они все друг друга знают, места передачи, все это как бы известно, и есть определенные оперативные механизмы воздействия на иторохранительные органы уже дошли. Достаточно успешно мы учились с этими методиками наркозбыта бороться, то в настоящий момент действительно весь наркотрафик практически ушел в интернет, и тут абсолютно обезличенные цепочки у нас создаются, то есть они могут работать месяцами, годами, не зная друг друга, под никнеймами, то есть идет пересечение, там, точки закладки, этот прием был взял, кто взял, никто не знает, и то есть может быть огромная сеть наркозбытиков, огромная гигантская сеть. Где никто не знает друг друга, вообще лицо не знает, не может дать, соответственно, показаний и прочее, прочее. И вот в этом у нас огромная опасность, и самую серьезную озабоченность и тревогу вызывает то, что в качестве рядовых распространителей, закладчиков, те, которые делают эти закладки, фотографируют, у нас все чаще увлекаются несовершеннолетними. По городу Казани у нас, допустим, практически 30% рост по наркопреступлениям несовершеннолетним. И когда молодому человеку, ему уже, когда увлекают, ему говорят, ничего не будет, ты просто положишь, сфотографируешь и потом отошлешь ку-донату. Доказать невозможно, выявить это невозможно и прочее, прочее. Казалось бы, легкие деньги, но у нас органы научились и с этой бедой бороться. Выявляемость и достаточно высокая, преступление расследуется, молодежь привлекается к уголовной ответственности. Вот эта ситуация сейчас, ну просто как воронка, она всасывает у нас молодежь, вот этот вот наркозбыт, да, и очень серьезную тревогу, что вот эти новые направления, они очень привлекательны для молодежи, потому что там все, то есть там с планшетами, значит, там с телефонами, все мобильно, там по геопозиции, привязки, они воспринимают это как игры, как сетевые игры. А эти игры кончаются, к сожалению, крайне печально, длительным сроком изоляции от общества, длительным сроком лишились свободы. Продолжение следует...